Дорогие братья и сестры А Иисус, дорогой, с нами быть обещал Это действительно дорогие минуты Когда мы можем находиться в Доме Божьем И слышать Слово Божие Так и написано в Слове Божьем Блаженные, то есть счастливые Это высшая мера счастья Слышать Слово Божие Мы сегодня пришли для того, чтобы слышать И сегодня Господь Бог через первого брата сказал нам Напомнил, имеющий ухо слышать Да слышать, что Дух говорит церквям Вы знаете, я могу находиться в Доме Молитвы И ничего не слышать Выйти из Дома Молитвы И ничего не унести с собою Я просто не слышал, что мне говорили Я думаю, что между собой вы говорите Ты слышал? Да не, не слышал Я там разговаривал, я был отвлеченный Я когда уверовал на Ульяново 219 Приходил на собрание Я был на собрании А слышал ли я Слово Божие В моей голове было что угодно Колеса от машины Невыключенная печка Еще что-нибудь, что угодно А Слово Божие так Сюда уходило, сюда выходило И блаженны, слышащие Бог даровал нам такую способность Чтобы мы слышали Братья и сестры И слава, благодаря нашему Господу И я в заключение перед нашей общей молитвой Прочитаю несколько стихов Прочитаю несколько стихов из Евангелия от Луки Это 19 глава Прочитаем 3 стиха Евангелие от Луки, 19 глава 3 стиха Потом Иисус вошел в Иерихон И проходил через него И вот некто именем Захей Начальник, мытарий И человек богатый Искал видеть Иисуса Кто он? Но не мог за народом Потому что мал был ростом После того, как Господь Иисус Христос Селил слепого в Артемея Он проходил через Иерихон И я думаю, что Захей Очень много слышал Об Иисусе Христе Но он не знал, кто он Кто он такой Что делает вот такие чудеса и прочие Он был очень заинтересован Хотя Захей был ненавистным человеком Там в Израиле, где он находился В Палестине Среди еврейского народа Начальник мытарий Его ненавидели там все Он не посмотрел, что там могли его и толкнуть И ударить Все возможно было Знаете, реакция разная среди людей Но он хотел узнать, кто он Вы знаете, как важно Знать, кто он И возьмите, на кого направлены Различные лжеучения На Иисуса Христа На Его Слово Чтобы исказить Чтобы не предподнести правильно И второй брат сказал нам О святости, братья и сестры Господь, когда прощает нам Что он говорит? Иди И впредь не греши Он отделяет нас От этой сферы Я думаю, вы, когда уверовали В Господа Иисуса Христа И когда вы встретились С неверующими людьми Они вам говорили Ты посмотри, какой святой А почему они так говорили? Потому что вы уже не поступаете Так, как они У вас уже совершенно другое желание И стремление к святости Оно очень важно в очах Господа Господь не может нас сделать Святыми безгрешными Но Он желает, чтобы мы стремились И стремление с нашей стороны И силой Духа Святого Мы можем достигать этого Уклоняться от всякого греха Подражая кому? Господу Иисусу Христу Братья и сестры Я сразу понимал святость Ну, думаю, это безгрешный Знаете, это человек совершенно Конечно, святость Божия И наша человеческая Она несравнима Брат сказал Наша святость, как запачканная одежда Но мы должны проявлять Стремление, желание Слышать, что Бог говорит И быть послушными Господу И вот он искал Видеть Иисуса, кто Он И люди, слыша, видя Действия Господа Иисуса Христа Жизнь Его на земле Они наблюдали за Иисусом Христом И они задавались Кто Он такой? Что Он вот такие чудеса делает? Слепые видят, хромые ходят И так далее, и тому подобное И вы знаете, я думаю, что Лучшего свидетельства не было О Господе Иисусе Христе Как свидетельства самого Небесного Отца И мы читаем в Слове Божьем Ответ был с неба Был глаз благолюще Иисус Христе Иисус Христе была печать неземного величия Это кротость Это смирение Это любовь Это сострадание И люди это чувствовали Когда Он говорил Когда Он общался с людьми Это глаза наполнены любовью и состраданием к этому народу Он видел их Он знал Мы не видим сердца друг друга А Иисус Христос знал Кто в чем нуждался И Он приходил не завязывать узлы Он помогал людям развязывать эти узлы Братья и сестры Слава и Благодарения нашему Господу Что мы с вами в свое время поинтересовались Кто Он? Кто Он такой? Я когда был неверующим Думаю, ну веруют же эти люди в Господа Иисуса Христа А кто Он? И что я предпринял? Я предпринял читать Слово Божие И в Слове Божьем я увидел Кто Он? И сегодня можно задать вопрос Дорогой друг Кто для тебя Иисус Христос? Братья и сестры Кем является для вас Иисус Христос? И вы знаете каждый ответит по-разному И слава и Благодарение нашему Господу И люди, конечно, знаете они делали заключение Они говорили об Иисусе Христе что никогда человек так не говорил Знаете, я могу проговорить к вашему разуму А Иисус говорил к сердцу Иисус говорил по сердцу Люди, которые, знаете приходили унылыми, усталыми знаете, отрученными жизнь, она, знаете, со всех сторон они находили там утешение находили успокоение и Он говорил придите ко Мне труждающий, обремененный я успокою вас Он успокаивал братья и сестры Он направлял людей на святую жизнь чтобы они оставили эту грешную жизнь и служили живому истинному Богу и Он имел как власть имеющий Он учил Он исцелял всякую болезнь в людях и духовную и физическую братья и сестры Очень много Господь сотворил на этой земле так пишется, что если записать все действия Господа Иисуса Христа и книги б не уместили бы Он постоянно действовал постоянно Он был с людьми и, знаете, люди по несколько дней по несколько дней братья и сестры находились возле Иисуса Христа когда Он учил их наставлял как правильно жить как поступать по несколько дней они забывали про пищу настолько им было приятно находиться в общении с Господом Иисусом Христом настолько им приятно было слышать на уши были открыты и они принимали Слово Божие которое говорит Иисус Христос но были еще другие люди были книжники фарисеи которые завидовали и ненавидели Иисуса Христа потому что люди тянулись к Иисусу Христу от фарисеев они как-то удалялись фарисеи даже обличали Иисуса Христа Он ест и пьет с грешниками и с мытарями Он и пришел к ним Он пришел спасти грешников мытарей Он пришел для грешников а не для праведников Он желает спасти всякого грешника который осознает себя грешником и конечно для многих людей да и сейчас еще Иисус является загадкой одни говорят был какой-то человек там жил там учение и прочее по-разному очень по-разному относится и в свое время когда Иисус Христос с учениками сел в лодку и переправлялся на другой берег Он уснул потому что Он уставал потому что Он был в человеческом теле Он уставал от стечения людей когда много было людей возможно каждому нужно было дать ответ с каждым побеседовать поговорить проповедовать и так далее Он уставал Он спал и в лодку стало забивать воду был ветер сильный шторм поднялся и ученики ему говорят мы погибаем спаси нас Господь встал запретил ветру запретил буре и ученики говорят кто это что и ветер и море повинуется ему море ветер повинуется а человек не повинуется человек не хочет он имеет уши но не хочет слышать слово которое возможно обличает его в грехе чтоб он остановился что он прекратил грешить и начать новую жизнь и вот Иисуса спрашивали кто же ты Иисус отвечал братья и сестры Он говорил от начала сущий когда вознесете сына человеческого тогда узнайте что это я да когда Он говорил это многие уверовали я прочитал многие и думаю не все не все имели это ухо чтобы слышать призыв Иисуса Христа и сегодня дорогой друг за кого ты считаешь Иисуса Христа это очень важный вопрос является ли Он твоим личным спасителем является ли Он Богом твоим в свое время был Фома вы помните прекрасно он сомневался да а когда встретился с Иисусом Христом он говорит вложи руки свои в раны мои что Он сказал Господь мой и Бог мой братья и сестры это очень важные слова это очень важные слова и очень важно чтобы Иисус Христос был для нас спасителем Господом и Богом и вопрос спасения мы решаем здесь живя на этой земле и Иисус спросил своих учеников которых Он обучал как правильно жить как поступать Он учил их и спросил учеников а за кого вы меня почитаете и как всегда вы знаете Петр он был такой очень ревностный хоть он делал ошибки но он очень любил Господа и он ответил ты Христос Сын Бога живого и слава и ободрения братья и сестры что мы уверовали в живого Бога и у Него все живы и Он сегодня призывает нас чтобы мы слышали чтобы мы стремились к святости чтобы мы уклонялись от всякого греха от всякого зла чтобы мы подражали Господу Иисусу Христу и чтобы утвердить учеников в этой истине что Он Сын Божий братья и сестры Господь взял с собой на гору учеников Он взял Петра Якова Иоанна и преобразился пред ними я представляю этих учеников они не знали что говорить они были поражены они увидели во славе Христа братья и сестры это вообще невозможно передать это если Петр был бы здесь он рассказал бы что было с ними тогда ну Господь желал утвердить Он не только говорит истину Он желает чтобы мы утвердились в этой истине чтобы мы утвердились что Слово Божие это Слово самого Бога это да и аминь чтобы Слово Божие было авторитетом для нас правилом для нашей жизни здесь на этой земле Господь в свое время сказал Я свет миру сейчас зима скоро будет весна вы посмотрите как на земле к свету будут пробиваться различные растения без света жизни нет Господь говорит Я свет Я пришел в этот мир но люди возлюбили больше что тьму возлюбили грех живут в этом грехе чтобы жить святой жизнью нужно возненавидеть грех отказаться от него и вот Господь сказал Я свет свет это основа жизни вы знаете когда свет у нас в доме потух как-то знаете жутковато нехорошо даже если свечечку зажгешь и то как-то уже радостней на душе становится и как-то совсем по-другому себя чувствует а когда тьма представьте себе как это ужасно Господь я пришел свет принес в эту в эту жизнь люди возлюбили тьму Господь говорил я есть путь истинной жизни братья сестры это три составляющие самые главные для человека живущего на этой земле знать путь куда идти знать истину то есть правду и иметь жизнь жизнь вечную это очень важно и к отцу никто не приходит Иисус Христос сказал к отцу приходит как только через меня через Иисуса Христа потому что он является этим путем путем в жизнь вечную совсем недавно я хоронил соседа прожили ему 36 лет рядом сосед он любит меня знаете как верующего найти подернуть там что-то такое сказать и он начал какую-то неразберих унести я ему Грыша сколько тебе лет ему тоже уже 70 я говорю ты подумал о вечности где ты будешь проводить вечность с кем ты будешь находиться во тьме или во свете с Господом Иисусом Христом задумался правда многие люди не хотят даже узнать кто он Иисус Христос это очень важный вопрос если человек займется изучением кто он это знаете это плюс тому человеку он узнает что он действительно спаситель этому миру отверха конечно братья и сестры Господь приглашает он говорит придите все он зовет всех он приглашает я избавлю вас от власти греха от зависимости я избавлю вы сами не избавитесь я пытался своими усилиями избавляться от своих грехов различных не буду называть их на неделю на две на две меня хватало и все мои силы иссякли но слава Господу я обратился до Господа я узнал кто он он для меня спаситель и Бог это Господь Иисус Христос и человек выбирает путь в свое время праведник Ио сказал где путь к жилищу света только через Господа Иисуса Христа Иисус Христос сказал никто не проходит к Отцу как только через меня а когда Иудеи уверовали он им сказал если пребудете в слове моем если пребудете в истине и истинно сделает вас свободными братья и сестры человек находится в заключении он находится в греховной тюрьме но есть тот который может освободить из этой духовной тюрьмы освободить от этой власти греха в свое время у нас конюзком была сбуденного ездила Лена Тестова она занималась с детками и написала знаете такое слова они висели грех жестокий хозяин здоровый друг кто является хозяином твоей жизни грех остав грех и узнай кто он чтоб он был Иисус Христос чтоб он был хозяином твоей жизни тогда не будет вот тех ошибок которые мы делаем живя на этой земле Господь говорит кто нашел меня тот нашел жизнь любой верующий спросите без Иисуса Христа жил ты или существовал он скажет я просто существовал у меня жизнь началась когда я встретилась или встретился с Господом Иисусом Христом и узнал узнала кто он это очень важно живя на этой земле познать Иисуса Христа кто он верующий Сына Божия имеет жизнь вечную и вы знаете когда уже Иисус Христос был там на Голгофе раскатый и сотник там находился и воины что они сказали воистину он был Сын Божий они уже там на Голгофе определенное количество воинов и этот сотник они увидели что он был действительно Сын Божий дорогие друзья прошло две тысячи лет да но Иисус остался неизменным он неизменен неизменно его слово жива его церковь как он и сказал и врата они одолеют ее жива потому что Господь жив и говорит у Господа все живы он дает жизнь Иисус Христос вчера сегодня и во веки тоже он любящий кроткий сострадающий узнайте кто он давайте помолимся аминь